Уважаемые читатели, универсальный читальный зал продолжает форму пресс-ридинг, пресс-драйв. Мы продолжаем знакомство с научно-популярным периодическим журналом «Наука и жизнь». Рубрика «Куда пропали воробьи?» Воробья знает почти всякий, но вряд ли подозревает, что под этим названием скрывается около трех десятков видов. Самый распространенный воробей домовой, он же городской и полевой. Давайте присмотримся к ним повнимательней. Оперение самца домового воробья украшает черный нагрудник и двухцветная шапочка, серая на лбу и темени и коричневая на затылке. Самка отличается от самца более скромной окраской. У нее однотонная серая голова, иногда со слегка проступающей над глазом более светлой полоской. У полевого воробья черного нагрудника нет, шапочка целиком коричневая, вокруг шеи белый шарфик, а на щечках по одному черному пятну в виде запятой. Самки полевого воробья окраской не отличаются. У домового воробья на крыльях одна светлая полоска, а у полевого две. Что и кто угрожает воробьям? Казалось бы, что может случиться с домовыми воробьями, столь ловко приспособившимися к жизни в городе? Оказывается, может. Уже три десятилетия во многих странах мира этих птиц становится все меньше, особенно в крупных населенных пунктах. Причины такого явления, наблюдаемого по всему ареалу, вида разные. Одна из основных – джентрификация. Этим термином называют реконструкцию обновлений и благоустройство пришедших в упадок городских кварталов в непрестижных районах. А еще масштабное строительство новых районов, где преобладают здания повышенной этажности. В этих условиях у домовых воробьев остается все меньше мест для устройства гнезд. Чтобы высидеть кладку и выкормить птенцов, птички нуждаются в надежном закрытом убежище. В районах старой постройки таких уголков всегда хватало. Излюбленным место обитания воробьев были озелененные кварталы старых пятиэтажек. Современные многоэтапные городские здания лишены таких удобств, поэтому поиски подходящих для гнездования укрытий становятся очень непростым. Другая причина неразрывно связанная с первой – снижение разнообразия и количества насекомых в городах. Дело в том, что проживая осень и зиму на семенах зерней и отходах пищи человека, весной и летом воробьи нуждаются в мягком животном корме. Особенно он важен для успешного выкармливания и роста птенцов. А много ли найдешь насекомых на городских газонах с ограниченным набором видов травянистых растений, которые к тому же часто скашиваются задолго до цветения, и тем более созревание семян нередко несколько раз на сезон? Даже взрослым птицам пропитания на таких постоянно подстригаемых участках не найти. Рубрика «Хозяйки для повышения эрудиции». Чай хлопья и хлеб из гречихи. В последнее время становится популярен гречневый чай, для приготовления которого используют зерна гречихи татарской, однолетнего травянистого растения. Оно встречается на всей территории Евразии, как сорняк в посевах гречихи посевной и других зерновых культур. Правда, в Китае это растение возделывают наравне с гречихой посевной в качестве крупяной культуры и используют для приготовления еды и оздоровительного чая. Продукт под названием гречневый чай, как правило, поступает в торговлю после обжарки зерен и бывает развесным, упакованным в фильтр пакеты для одноразового использования, прессованным и гранулированным. Он может быть натуральным или ароматизированным. Сама же крупа, предназначенная для приготовления чайного напитка, в целях успешного продвижения ее на рынок, объявлена суперфудом и продается по явно завышенной цене. Заметим, что обычная гречневая крупа, из которой варят кашу и которую также можно использовать для приготовления чайного напитка, гораздо дешевле. В попытках навязать покупателям новый продукт, создатели рекламы называют гречневый чай чудодейственным средством и при полном отсутствии доказательств сравнивают его с женьшенем. К этому весьма критически относятся научные сообщества, признавая и саму крупу и изготовленный из нее напиток, полезными для здоровья человека продуктами питания и только. Гречневые хлопья появились в магазинах гораздо раньше гречневого чая в качестве продукта питания с высокими потребительскими свойствами. Гречневые хлопья относятся к той категории продуктов, которая дает возможность быстрого приготовления еды, облегчая жизнь спешащему человеку. Первыми в этой категории в 1930-х годах стали овсяные и кукурузные хлопья. Позднее за ними последовали хлопья гречневые, более сложные для изготовления из-за особенностей состава и строения эндоспермозерна, а также расположения зародыша в хрупком ядре. Гречневый хлеб Так называют хлебобулочные изделия, для выпечки которых используют смесь пшеничной ржаной и гречневой муки. Дело в том, что сама по себе гречневая мука при всех ее полезных свойствах малопригодна для выпечки хлеба из-за почти полного отсутствия способности образовывать клейковину. Хлеб из нее получается не только очень плотным, но и быстро черствеющим мякишем. Поэтому так называемый гречневый хлеб и выпекают из пшеничной или ржаной муки с добавлением всего лишь 10% гречневой. Более подробную информацию, а также рецепты гречневого чая, гречневые оладьи, хлопья и булочки, вы можете узнать в пятом номере журнала «Наука и жизнь» 2022 год. Рубрика «Домашнему мастеру» «Маленькие хитрости». Если на садовом участке работая электроинструментом приходится брать два удлинителя, обмотайте место их соединения в несколько слоев тонкой пищевой пленкой. Она не только укрепит контакт, но и защитит вас от удара электрическим током при попадании влаги на провода. Уважаемые читатели, приглашаем вас в универсальный читальный зал, чтобы познакомиться с другими интересными статьями журнала «Наука и жизнь», а также с другими периодическими изданиями. Субтитры создавал DimaTorzok